Новая программа, новая Наталья Бондарева, признается, вернулась на сцену, хотя из профессии никогда не уходила. Просто на время из руководителя театра, режиссера и организатора крупных мероприятий перевоплотилась в певицу. Русские песни – это мое, родненькое. Ну и, конечно, авторские песни про любовь, про подумать. Ну, знаете, очень круто, когда твоя профессия живет. Окончила Российскую академию музыки имени Гнесиных класс профессора Людмилы Шаминой. Наталья Бондарева влюбляла в русскую культуру публику в Германии, Испании, Италии, Японии, Южной Корее и не только. «Поющая душа ангела» – так ее назвали в Болгарии. И хоть опыт гастролей колоссальный, день премьеры заслуженная артистка России все же переживает. Как бы оценила ее сольный концерт учитель Людмила Васильевна. Сегодня я надеюсь, что я ее не подвела. Потому что, конечно, все равно меня в академии всегда называли «О, это идет наша русская Тина Тернер». И сегодня я немножечко Тернер, конечно, русскую такую, свою достала. Мама новой песни в репертуаре Натальи сначала думала, что эта композиция не ее, но все же решилась исполнить. И теперь она едва ли не главная в программе, подчеркивает ее разносторонность. Ради радости – это русская самобытность, традиционные ценности и вечные вопросы, ответы на которые каждый должен найти сам. Это ярко, мощно, зрелищно, красиво. Выходишь с новыми эмоциями, понимаешь, насколько богата и широка наша культура, наши русские традиции. Здесь сочетание сказки, здесь фантазии, здесь любовь к русских песням, здесь костюмы, которые делали руками умельцев. Песни нам очень понравились. Какая? «Сила неба». Какая тебе понравилась? Мама, понравилась? Да. Мама, а тебе? Мне больше понравилась тоже мама. Мама. А нам очень понравилась «Императрица» еще. Много материала, идеи и сил, чтобы реализовать их. Возможно, уже по-новому. Творческий эксперимент зрители посчитали успешным и теперь ждут от заслуженной артистки России его продолжения. Евгения Августина, Денис Харламов, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.